Добрый вечер. Начинаем пресс-конференцию главного тренера футбольного клуба «Краснодар» Сергея Матвеева. Сергея Васильевич, для начала попросим комментарий к завершившемуся матчу. Матч, вы видите, сложился очень динамично, так скажем. Первый тайм был в пользу Уфы 2-0. На наш взгляд был хороший контроль у нас, но не хватало чуть-чуть игроков, так скажем, впереди, именно в зоне между двумя линиями, атакующей и центральной. Наверное, из-за этого у нас не получались хорошие завершения атак. Несли небольшие коррективы во втором тайме, в перерыве, извините. Во втором тайме, конечно, нам повезло, что мы быстро забили первый мяч, извините. Вот это, я думаю, что сыграло хорошую роль для нас, и ребята сделали свою работу очень хорошо. Спасибо. Пожалуйста, вопросы. Здравствуйте. Спорт и здоровая жизнь. Скажите, вы можете еще усеять атаку? Сегодня очень продуктивный играл Ай, в базиске нападающих. Вы потенциальный участник Евролиги. По этому поводу какие вы можете привести? Вы знаете, нам надо наладить связи. У нас выпало, вы знаете, четыре человека, двое ушло, двое травмированных, основных ребят. И самая большая проблема – это наладить связи. Чем глубже наша команда будет уходить в сезон, я думаю, что тем выше будут наши взаимодействия и связи. И я думаю, что в этом успех. Нам нужно время. А почему не играл Стоцкин? Такое решение было сегодня. Я не могу говорить, что это плюс или минус. Такое решение было. То есть, вот так решил наш тренерский штаб. Муртанов, Еврофутбол. Скажите, скоро прибьет квалификация риги чемпионов. Как вы вообще готовитесь? Какие ожидания могут быть соперники? Знаете, не думаем об этом вообще. То есть, готовимся только к следующему матчу. Все мысли были в первом туре. С Ахматом, сейчас с Уфой, следующий у нас в Сочи. И думать о том, что будет через 2-3 недели, пока, честно говоря, на это нет времени. Еще вопрос. Да. Когда ожидается возвращение Скопинцева или Гозинского? Ну, Гозинский выпал на долгое время. Скопинцев, я думаю, что это больше к медикам. Но, я думаю, недели 2-3. Это не точно. Я не знаю, надо уточнять у медиков. То есть, это к ним вопрос больше, не ко мне. Ну что, спасибо. 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 Мы что, много желтых карточек получили? Нет, это просто накал. Накал, например, пошел. Эмоции увеличились. В этом моменте показалось, что наша команда не справилась. Ни в то русло пошел. Я не знаю, в какое русло может войти. Мы пропустили, если отталкиваться с второго тайма, мяч, который быстрый, первый, который послужил сопернику стимулом, допингом. Да, то есть, исправить ситуацию. Получается, что соперник воспользовался, он, наверное, нагнетал на нас давление. У нас были выбегания, у нас были моменты, где мы могли тоже забить мяч при счете 2-1. Можно, если можно, второй вопрос. За 2-6, прохожденных мячей, насколько сложно. Насколько сильно вас беспокоят, вы будете большие перестроения перед третьим мячом? Ну, а то, что мы забили 4 мяча, вас не беспокоит? Беспокоит, вас радует. Меня, конечно, беспокоит. Я с вами соглашусь и, безусловно, забивая 2 мяча в первой игре, 2 мяча во второй, пропуская по 3 мяча. Ну, если хочешь выиграть, значит, надо 4 забивать. Конечно, это много. Конечно, уделять внимание этому надо, и мы этому и уделяем. Ну, очень тяжело. Во-первых, оборонительная линия у нас. Табидзе, Кушко, Йокич. Табидзе, Али, Аликин, Йокич. То есть, если брать так, в том году они не играли в этом сочетании, поэтому мы ищем. У нас есть травмированные основные игроки, которые были в том году. Ну, и опять же, это зависит не только от трех центральных защитников, это зависит от всей команды. Но мы, если так, говорят, сегодня что-то проиграли исполнители, мастера у соперника. Если у нас к Рублевому эквиваленту, то там валютам эквивалент игроки. Поэтому ударил, гол, ударил, гол. Другой вопрос, то, что мы позволили ли им ударить? Следующий вопрос. Пожалуйста, Евгений. Евгений. Евгений Макарев, футбол Сатири Юнгерал. Пожалуйста, прокомментируйте две последние замены, которые привели. С чем связаны были результаты? Чиль попросил замену, устал. Выложился полностью в карп. Сказал, что у меня сил нет. Еще было это. То есть он это сказал. То есть мы заменили. Игроки вышли, которые уже давно находятся в Уфе. Вышел Кротов, вышел опытный Засеев. Вот. Если прокомментировать. Кто вышел или зачем их поменять? Вы его уже заменяли? Чем? Я выпустил игроков на место тех, кто попросил замену. Мог выпустить Емельянова, мог выпустить Георги Биани. Но у нас в команде есть определенные игроки, которые в той или иной степени пытаемся находить баланс. Например, Кротов, недельный цикл, он работает очень хорошо. Поэтому его выпустили. Пожалуйста, Ваше вопрос. Эрик. Опорного полузащитника у нас больше нет. У нас Засеев. Выпустил вместо опорного Засеева. Ваня, Ваня была проблема с ногой. Сейчас он после укола чувствует лучше. Поэтому... Но он не опорный. Еще будут вопросы? Если вопросов нет, мы заканчиваем нашу пресс-конференцию. Всем спасибо. Спасибо.